Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Галлиев Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Девственница 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 Меньор Маурисио меня нанял. Но раз вы не помните об этом, я не знаю теперь, что мне делать. Солнце, я прошу у тебя тысячу извинений. Прости. Со вчерашнего вечера со мной столько всего произошло. Я в полном замешательстве. Поэтому совершенно забыл. Ты меня прощаешь? Маурисио только что объявил о закрытии журнала. Тебе не кажется, что это серьёзно? Да, дочка, да, это так. Потому что твой красавчик-муж вложил в него душу. Он связывал с этим журналом большие надежды. Вот именно. Это была мечта его отца, и Маурисио удалось реализовать её. Это правда, дочка, я забыла. Маурисио всегда говорил, что его отец, упокой Господь, его душу, мечтал о журнале, чтобы показывать людям позитивную сторону мира. Да, Маурисио основал этот журнал в его честь. Он всегда говорил, что это лучший способ продемонстрировать благодарность и любовь к отцу за всё, что он для него сделал. Дочка, если журнал закроется, твой муж обанкротится. Нет, мама, не говори так. Карлотта, я не очень хорошо понимаю. Это такой важный вопрос, но ты узнаёшь это не от мужа, а из разговора с Дезерет. Тебе это кажется нормальным? Нет, мама. Но в последнее время Маурисио не рассказывает мне о своих делах. Он очень изменился. Мне кажется, Маурисио перестаёт любить меня, мама. Ты точно не хочешь кофе? Нет, мне нельзя. Почему? А часто пить кофе вредно для здоровья. Да-да, это правда. Ты права. Как хорошо, ты такая молоденькая и уже беспокоишься об этом. А что толку, сколько не берегись. Да ладно, хватит об этом. Ты говоришь так, из-за сотрудников фирмы? Нет-нет-нет, конечно нет-нет. Я вспомнил твои слова. Ты сказала, что чувствовала себя, как в кино, без билета. Да. Я полагаю, радостной встречи не было. Как у тебя отношения с сотрудниками? Да никак. Никак. Дело в том, что мой приход стал для них полной неожиданностью. Они этого не ждали. Но этот сеньор... Но с усами, который говорит странно, он привлек уже меня к работе. Попея. Да, простите, я не помню его имя. Не беспокойся, я тоже путаю. Попея, типопея. Да, так я и поверила. А почему его так называют? Его называют Попея. Вернее, мы называем его Попея, потому что все свои деньги он меняет на доллары. И? Доллары, зеленые купюры. Шпинат тоже зеленый. А ты помнишь, что шпинат ел Попея? Я поняла. И кто же дал ему такое прозвище? Я. Вы? Да, конечно. Вы обманываете, правда? Вы меня обманываете. Солнце, когда я с тобой, я обо всем забываю. Ты не представляешь, какой у меня был сегодня день. Расскажи, кого ты снимала с Попея? Ты фотографировала кого-то? У кого брали интервью? Да, интервью было с девушкой, молоденькой. Она забеременела и родила сразу пятерых. Это так странно все. Я знаю этот случай. Беременность подростка не редкость в этой стране. Верно? Да. Кажется, Карлота права. Он очень переживает из-за работы, это сдрагивает остальных. Ну что еще? Неужели... причина... в этой девчонке? Фотография с праздника по случаю годовщины. Ну, мне она не показалась чем-то выдающимся. Хотя, если честно, я особо не приглядывалась. Я уверена, что ответ находится в этом злосчастном конверте, который я залила кофе. Маурисио искал его. Дезире, перестань строить догадки. Найди этот конверт. Энрикета? Я не призрак, почему ты так испугалась? Ничего. Как видишь, Армандо здесь нет. А я пришла не к нему. Я хочу поговорить с тобой. Это уже вторая чашка. Ночью мучила бессонница. Не хочу уснуть на рабочем месте. Кстати, о ночи. О прошлой ночи. У вашей жены было такое выражение лица. Она смотрела на меня с такой неприязнью. Не беспокойся, солнце. Проблема во мне. Я сожалею. Поговорим о другом. Расскажи о своем первом рабочем дне в журнале. Расскажи о той матери пятерых детей. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ты с ней беседовала? Да, я с ней говорила. А отец есть у этих ребятишек? Да, да, да. Они им не женаты. Это произошло случайно. Он такой же молоденький, как и она. Их зовут Елиста и Вилкер. Не повезло. Теперь им придется растить пятерых детей. Да уж. Я не понимаю. Не понимаю, солнце. Это печальная ситуация, но я не могу понять, почему они не предохранялись. Почему не принимали меры предосторожности. Сегодня есть большой выбор средств, чтобы не забеременеть. Теперь они могут забыть о своем будущем. Да, похоже. Посмотри в это зеркало, солнце. Зачем? Потому что ты молодая девушка и должна быть осторожной. Что? Конечно, солнце. Прости, что я вмешиваюсь, но... Забудь, солнце, забудь. Это просто совет. Знаете что, вы не должны мне об этом говорить, потому что я девственница. Что? Боже, зачем я это сказала? Я полагаю, ты так сказала, потому что это правда. Да, конечно, правда, черт возьми. Солнце, солнце, прости, прости, солнце. Прости. Пойми меня правильно. Я не хочу вмешиваться в твою жизнь и пытаюсь дать тебе совет. Но иногда становлюсь немного неловким. Поэтому я не люблю давать советы. Солнце, пожалуйста, прости меня. Дорогая, я искала тебя по всему офису. Дорогая, я искала тебя по всему офису. Я не понимаю, почему издательство «Глобал» играет в такие грязные игры. Журнал может разориться в любой момент. Не может быть, чтобы мне так не повезло. Я только пришла, и журнал закрывается. Ну как же так? Не переживай. Я верю в Маурисио. Он не только отличный шеф, но и смелый человек. Он может взять ситуацию под контроль в момент принятия трудных решений. Это качество есть не у всех. Да. Маурисио превосходен во всем, что он делает. Да. А кто хозяин издательства «Глобал»? Не знаю. Я думаю, там несколько компаньонов. Это проблема не нова. Маурисио уже предупредил их, что либо они меняют тактику, либо он разрывает с нами контракт. В журнале я новенькая, поэтому чувствую себя немного потерянной. Это нормально, Дизеры. Не переживай. Я хочу, чтобы ты знала, ты можешь рассчитывать на меня. Мы, женщины, должны быть солидарными и помогать друг другу. Иначе нам будет намного сложнее. Спасибо. Как хорошо, что ты мне это предлагаешь. А раз ты здесь, я воспользуюсь этим, чтобы спросить. И я хочу знать, есть ли у вас данные о людях, которых вы нанимаете со стороны? Корреспонденты, фотографы, ну и так далее. Этот архив веду я. Тебе интересно взглянуть? Да. Понимаешь, хочу постепенно входить в курс всего. А что, есть проблемы? Да нет. Я скажу секретарю, чтобы она тебе принесла архив. Ваша подруга Солнце наш новый фотокорреспондент. И если мы все ей поможем, она быстрее адаптируется. Конечно. Кстати, никто не знал, что Солнце приступит к работе сегодня. Верно. Но это никого не должно раздражать. Сотрудники давно просят меня взять в журнал постоянного фотографа. Да, да, это правда. Так что я не хочу видеть тебя в коридоре одной. С сегодняшнего дня ты член команды. Хорошо? А наш девиз – успех – дело общее. С сегодняшнего дня – это и ваш успех, сеньорита. Из нашего разговора я понял, что вы – сеньорита. С вашего позволения. Работайте. Что это с тобой, тетень? Почему ты такая счастливая? Сегодня я начинаю ходить на курсы, чтобы быть инструктором по сайтлингу. Как тебе это? Сайтлинг – это занятие на велосипеде, который не двигается. Без колес? Да, и велосипеды нужны для того, чтобы быть в форме. Не понимаю, велосипед и без колес. Я хочу, конечно, велосипед, но с колесами, чтобы кататься на нем. Когда у меня будет работа, я куплю тебе его, обещаю. Здорово. Тогда я могу тренировать тебя. Не тренировать, а тренироваться. Чтобы шевелить ногами на велике, мне нужно говорить хорошо. Или нужно? Ну, конечно, нет. Покажи мне, как это. Иди сюда, смотри, представь, что это велосипед, хорошо? Забирайся на велосипед, включаешь музыку и вперед. Давай, Николас, давай, 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 жми на педали. Донисуса, не стойте там, садитесь на велосипед и жмите. Привет, мама. Я только хотела сообщить, что звонил Сальвадоров. Да? Зачем? Сказал, что снова пойдет в лицей. Добрый день, ребята. Здравствуйте. Проходите, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу прощения за некоторые неудобства, но, возможно, в интимной обстановке между нами сложатся более доверительные отношения. Прежде всего, хочу вас предупредить, ребята, вы не обязаны оставаться здесь или что-то говорить. Это правда. Да. Никто не обязан. Только я думаю, что есть случаи в жизни, когда человек должен принимать решения и занимать позицию, хотя никто его не заставляет. Верно? Например, можно быть честным и порядочным без какого-либо давления. Синьор инспектор из полиции, он расследует случай Хуаны. Что вы хотите узнать, инспектор? Об украденном экзаменационном листе и, естественно, об исключении Хуаны. Я в жизни не видела, чтобы Мауриси убрал кого-то за руку. Будь любезна, Бранди Улейси, не становись такой. Да, Хуана, ты говоришь и говоришь, пытаясь объяснить, но я все понимаю наоборот. Бранди, ну я тебя умоляю. Ты же знаешь, что со мной происходит. Ты знаешь, как мне тяжело. Не показывай хоть ты на меня пальцем. Я знаю. Знаю, как тебе было тяжело прийти сюда работать. Но вместо того, чтобы поддержать, я тебя отчитываю и заставляю чувствовать себя еще хуже. И в дорешении всего, это свор дураков смеется над тобой на тем, как ты отреагировала на детей этой девушки. Забудь об этом. Они глупые, но они не знают, что с тобой происходит, Хуана. Ты им ничего не сказала, правда же? Сказала кому? Ты что, меня не знаешь? Конечно, я тебя знаю, дорогая. Но ты тоже знаешь, какая ты. Ты говоришь, как попугай. Впрочем, как и я. Обещай мне, Бранди, что ты никому не скажешь о моей беременности. Я ничего не должна обещать. Ты что, мне не доверяешь? Послушай меня внимательно. Ты должна обещать, что не проболтаешься, что никому не скажешь о моей беременности. Никому. Обещай мне. Давай. Обещаю, обещаю. Только не говори, что Маурисио тоже не знает. Не считай меня дурой, Хуана. Да, он не знает. И не узнает. Обещай мне. Обещай мне и это тоже. Маурисио правда ничего не знает? Хуана, послушай, что я тебе скажу однажды, он все равно узнает. Хорошо, давай выясним. Сейчас у меня испытательный срок, понятно? Если спустя месяц все будут довольны мной и решат нанять меня на постоянную работу, тогда мне придется сказать Маурисио, что я беременна. А пока ни слова, Бранди. Вы меня простите, ребята, но отсюда никто не уйдет, пока мы не проясним этот вопрос. Инспектор, вы меня простите, но это незаконно. Я думаю, это злоупотребление власти. Вы не можете столько времени держать ребят в запертии? Я никого не заставляю оставаться здесь. Я ясно сказал, кто хочет уйти, пусть уходит. Хотя тот, кто уходит, заставляет меня относиться к нему с подозрением. А кто не уходит, тому нечего бояться, так что кто уйдет, тот и виновен. Инспектор, я знаю, что Хуана не крала эти листы. Ну, а если мы ничего не знаем, что мы можем сказать? В тот день мы с Хуаной были на уроке, и вдруг вошла учительница Торрес с охранником, чтобы проверить наши сумки. А украденные листы находились в сумке Хуаны. А кто сидел рядом с Хуаной? Я. И я. А ты, Микки? Разве можно обвинить ученика, если он сидел рядом с Хуаной? Украденные листы были в ее сумке. И это есть факт. Что ты об этом думаешь, Микки? А почему я? Ты ухаживал за Хуаной, и у вас было несколько конфликтов за последний месяц. Или я ошибаюсь? Да, у меня были разногласия с Хуаной. Скажи, ты правда думаешь, что она украла эти листы? Сеньор инспектор, я думаю, вам придется завершить это собрание. Нет, нет. Потому что правда еще не была сказана. Это я подложил листы в сумку Хуаны. И я сделал это под давлением учительницы Торос. Она пригрозила, что провалит меня по своему предмету, и мне придется остаться на второй год. А Хуана ничего не крала. Пока. Я бы не обиделась, если бы ты взял с меня клятву. Хиара, ты сошла с ума? Он такой ласковый. Он такой мужчина. О таком, как он мечтает любая женщина. Это моя причина. Семья – самое важное, что у меня есть в жизни. И когда в доме проблема, а, к сожалению, это происходит очень часто, моя жизнь концентрируется на моих женщинах. На женщинах? В твоей семье столько женщин? Нет, нет, так не пойдет, Мануэль Перес. Лучше я узнаю, где ты живешь. А вдруг у тебя есть жена, две дочери? Нет, лучше подстраховаться. Инспектор, у вас нет доказательств, что этот ученик говорит правду. А мне это и не нужно, учительница. Я тоже больше не могу скрывать эту историю. Синьер инспектор, я знаю, что это достаточно серьезный проступок, но мне бы не хотелось, чтобы это стало достоянием гласности. Нет, нет, несправедливость нужно делать достоянием гласности. Это способ смягчить зло, которое было причинено пострадавшему человеку. Я собираюсь подать заявление об уходе, но не раньше, чем будет наказана учительница Торрес и ученик, которым она манипулировала. И Хуана Перес вернется в лицей, верно? Странно. Что она здесь делает? Что? Ты не знаешь? Что? Она фотограф журнала. Что? Здравствуйте, сеньора Армандо. Здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Очень хорошо. Спасибо. Подожди. Проясни мне ситуацию. Кто это Солнце? Она что, новый фотограф журнала? Как видишь, Армандо. Ее взял сам Маурисио Делавега. Ты не должен благодарить меня за солидарность с журналом. Ты знаешь, сколько сил я вложила в позитив. Ты знаешь, сколько я работала для этого. Конечно, знаю, Энрикета. Особенно ты, которая работала над усовершенствованием журнала. И несмотря на то, что происходит, зная о ситуации журнала, ты без колебания поддержала меня. Что сделали не все. Тебя не должен беспокоить Альфредо. Он никого не представляет в этой фирме. Ошибаешься, Энрикета. Альфредо представляет остальных акционеров фирмы. Это я точно знаю. Но сейчас хочу поговорить о другом. Я хочу сказать о новом фотографе, которая к нам пришла. Что? Новый фотограф? Маурисио, я думала, грядет сокращение штата. Нет, нет, Энрикета. Никакого сокращения штата. Либо журнал продолжит существование в таком составе, либо мы пойдем ко дну все вместе. Видишь, Маурисио. Видишь, почему тебя невозможно не поддержать? Вернемся к этой девушке. Я с ней поговорил и сказал, что мы дадим ей месяц испытательного срока. Ее зарплата не будет чем-то непосильным для журнала. Она не такая и большая. Я уважаю твое желание. Как ее зовут? Кто тебе ее порекомендовал? Ты ее знаешь. Эту девушку зовут Солнце. Она подруга Бранди. Наконец-то эта очка с той дуры ушла. Я думала, что она будет торчать здесь весь день. Это мой шанс. Сейчас я узнаю, какая тайна хранится в этом конверте. Приехал твой бесстыжий отец. В последнее время он ходит с улыбочкой, которую я с трудом выношу. Мама, хватит. Прошу тебя. Черт. Видела бы ты, какое у него лицо. Что могло бы стереться эту улыбку? Папа. Привет, дочка. Как ты? Жду тебя. Я хочу знать, что произошло с журналом. Ты знаешь, что журнал на грани закрытия, да? Боже мой, боже мой, где он? Я оставила его здесь. Кто его переложил? Боже мой, где же он? Где он может быть? Неужели Маурисио его нашел? Нет. Он бы мне сказал... Какой ужас. Какой ужас. Но где же он? Дизера, что ты ищешь? Маурисио сошел с ума. Он не должен был принимать подобное решение так поспешно, и тем более без консультации с другими акционерами. Разве я не имею в журнале прав? Папа, у тебя там маленький процент. Да, меньше, чем у Маурисио, но не маленький. Кто не считает центы, не становится миллионером. А я миллионер, если ты этого не помнишь. Ну, за это вы должны благодарить моего отца, который вам помог. Не вмешивай сюда своего отца. Минуточку. Не начинайте ссориться. У меня достаточно проблем, чтобы еще терпеть вас. Я не понимаю, что происходит с журналом и с Маурисио. Я не могу разобраться в своей жизни. Маурисио думает, что может делать с журналом, что ему хочется, но это не так. Не понимаю, почему ты так нервничаешь? Ты всегда доверял Маурисио, что происходит. Он умный, компетентный. И если он порвал создательство Глоба, у него были на то причины? Ты так не думаешь? Нет, дочка. Раньше я доверял Маурисио, но сейчас он принимает такие неожиданные решения. Маурисио очень изменился. Да, папа, в этом ты прав. Маурисио уже не тот, каким был раньше. Постой, Маурисио, не сердись на меня, пожалуйста. Ничего особенного правда. Хотя, да, я хотела сказать, но это так не важно, я не знаю. Ты говоришь слишком путанно для совершенно невиновной. Но я хотела, чтобы это было сюрпризом, поэтому не сказала тебе. Я искала книги, которые помогли бы мне лучше справиться с работой, которую ты мне поручил. Я не хотела разочаровывать тебя. И ты нашла книги? Нет. Признайся, я даже не знала, что искать, поэтому устроила такой беспорядок. Но, раз ты меня разоблачил, пожалуйста, порекомендуй мне какие-нибудь книги об увлекателем и издательском мире, о его трудностях, чтобы я больше знала о своей работе. Я подумаю, что тебе может быть полезным, но в другой раз. Дизера, я хочу воспользоваться тем, что мы одни, и поговорить о более важном деле. Бранди, я чувствую себя, как собака на автостраде, потому что не знаю, куда бросаться. Перестань, тебе покажут твое рабочее место. Ты можешь мне сказать, что с теми двумя, о чем они шепчутся, а потом говорят, что мы сплетницы. Не знаю. И также не понимаю, почему этот сеньор так на меня смотрит. Что это? Хуана, а раз ты будешь здесь работать, ты должна знать всех. Дело в том, что Армандо считает себя змеинатором. Ким? Истребителем змей. То есть нас с тобой. Отлично. Если честно, дорогая, он не пропускает ни одной юбки. Так что будь с ним осторожна. А с другой стороны, вот этот вот, с глазками мечтателя, которого ты уже знаешь. Он удивлен, потому что в журнале никогда не было постоянного фотографа, и вдруг приходишь ты, дорогая, как подарок с неба. Ты всех удивила. Бранди. Бранди и Леси. Да, все, 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 все. Я правда довольна, что ты здесь. Видимо, Биби права. Дела в журнале идут очень хорошо. Да, Бранди и Леси. Да, конечно, сейчас приду. Что случилось? Да ничего. Энрикета хочет поговорить со мной. Я скоро приду. Подожди меня здесь, ладно? Да. Ты меня звала, Энрикета? Да, Бранди. Твоя подруга-фотограф еще здесь? Да, она со мной, поскольку ей пока не дали рабочее место. Пришли ее сюда, я хочу поговорить с ней. Прислать ее сюда? Ты хочешь с ней поговорить? Бранди, в чем дело? Ты что, эхо? Ты прекрасно поняла, пришли ее сюда. Конечно, сейчас. Извини. Из собрания я поняла, что мы находимся между молотом и наковальней. Почему? Я не знаю. И очень сомневаюсь, что это знают остальные сотрудники, за исключением Энрикета и Армандо. Дело в том, что эту ситуацию нельзя объяснить. Хотя мы занимаем первые места в рейтингах, меня хотят заставить поверить, что все опросы ошибочные, что журнал нигде не продается. Ты понимаешь? Это невозможно, Дезра. Я уверен, что за всем этим стоит человек, который хочет нам навредить, разорить журнал. И единственное, что мне приходит на ум, чтобы спасти его, отмежеваться от издательства Глобал. Другого не остается. А почему ты все это мне говоришь? Это что, как ты связана с моей должностью? Больше, чем это, Дезра. Многое зависит от твоего голоса. Если Франциско не появится, тебе придется присутствовать на собрании акционеров. Мне? Но Франциско не наделял меня никакими полномочиями. Неважно, если он не появится, ты будешь представлять его. Ты понимаешь, что ты становишься очень важной фигурой для этой фирмы? А если выражаться точнее, для всего, что я создал. Остановись здесь. 4 500. Сдачу ставь себе. Спасибо. Спасибо. Определенно, любовь – лучшая, что было изобретено на свете. Кто придумал любовь? Человек? Энергия вселенной? Нет. Любовь никто не может придумать. Она приходит и уходит сама. Но раньше она проходила мимо. Но на этот раз подошла совсем близко. Не вздумай встроить мне ловушку. Прекрасно. Вы здесь выходите? Нет, нет. Отведите меня туда, где взяли. Я увидела все, что хотела. Здравствуйте. Вы меня звали? Да. Садись. Спасибо. Вы... Вы, наверное, знаете, что у меня испытательный срок, как сказал сеньор Маурисио. Я фотограф. Я прекрасно знаю, кто ты. Хорошо. Я видела тебя на празднике по случаю годовщины журнала, а потом видела здесь. Да. В день праздника у мотоцикла моего отказали тормоза, и я врезалась. Бранди сказала, что вы очень досердились на меня тогда. Да, это правда. Но это уже в прошлом, потому что ты отлично справилась с работой. А это главное. Тебя спас твой профессионализм. Спасибо. Я очень требовательный человек. Я люблю, когда сотрудники выдают лучшее, на что они способны. Говорите, что я должна делать. Я все сделаю. Очень хорошо. Я буду вручать тебе ежедневный план, который ты должна выполнить. Например, сегодня тебе придется снимать стариков в доме для престарелых, в другой день чей-то полет на парашюте, и тебе тоже придется лететь, чтобы сделать эти снимки. Серьезно? А у тебя с этим какая-то проблема? Потому что, когда я вручаю план, то не принимаю отказа. Мне нужна полная отдача. Или с этим какая-то проблема? Да нет, ради бога. Нет, вовсе нет. Если вы мне скажете забраться на самое высокое здание в городе, я возьму камеру и полезу, потому что вам это нужно. Я все сделаю. Очень хорошо. Думаю, мы поймем друг друга. Я считаю, что это единственный способ чего-то добиться в жизни. Принимать любой вызов, который нам бросает в жизнь. Только так надо действовать. Ты протянул мне руку, это не забывается. На самом деле, это очень важно. Мне необходимо рассчитывать на тебя. Конечно, если появится Франциско, все изменится. Но знай, ты не обязана поддерживать нас. Нет, Мауриси, это не обязанность, это удовольствие. Но я в любом случае была бы рядом с вами. Ты ведь не прогонишь меня, если появится Франциско? Нет, нет, ради бога, Дезерэ, это твое место. Разумеется, пока ты хочешь этого. Ну, тогда не будем успокоиться, появится Франциско или нет. Мне кажется странным, что ты совсем по нему не скучаешь. Да? А как он со мной обошелся? Маурисио, я его жена, а не любовница. Скажи, что бы я делала, если бы вы с Карлотой не приняли меня в своем доме, как члена своей семьи, если бы ты не дал мне достойную работу? Представляешь, что бы со мной было? Нет, Маурисио, прости, но я не тряпка. Он познакомился со мной не на улице, так что пусть лучше не появляется. Я тебе сказал, что ко мне приходила его мать. Моя свекровь? Наверное, рассказывала обо мне всякие гадости. Она же меня так обожает. Даже сказала Франциско, что предпочла бы видеть его мертвым, чем женатым на мне. Маурисио, прости меня, прости за все, что я тебе наговорила, но я чувствую, что мой сын мертв. Это так. Маурисио, Маурисио, что с тобой? Как любопытно. Именно поэтому она приходила. Да, да. Она вбила себе в голову, что Франциско не исчез, что он мертв. Что было? Она на тебя кричала? Она тебя ударила? Кто Бранди? Ну, кто же еще? Начальница. Эта женщина только требует, требует. Она хочет, чтобы в каждую работу люди вкладывали все, до последней капли крови. Такая зануда. А мне так не показалось. Скорее даже наоборот. Уж не хочешь ли ты сказать, что она тебе понравилась? Мне? А мне нравится, что она такая серьезная, такая требовательная. Я восхищаюсь этим. Мне нравится. Это почему же? Бранди, потому что эта женщина профессионала. Она знает, что хочет и знает, что делает. Мне кажется, чтобы занимать такую должность, нужно быть очень подготовленной, компетентной. дорогая, что с тобой? Закрой рот, а то влетит муха. Давид, подожди, пожалуйста, ты можешь оказать мне услугу? Да, говори. Энрике, ты сказала, что естественно, когда у тебя будет время, ты можешь показать мне фотостудию, чтобы я начала привыкать. Да, да, если хочешь, пойдем сейчас. Идти за тобой? Хорошо. Пойдем. Держи меня в курсе того, что происходит в журнале. Маурисио мне ничего не рассказывает. Используй свое оружие, Карлотто. Попытайся. Попробуй переубедить Маурисио. Нам необходимо избежать катастрофы. Используй свое оружие. Маурисио не слишком настроен слушать мои советы. Понимаешь? Попытайся. Все равно попытайся. Пока. До свидания. Я провожу. Интересная картина получается. Твой муж не настроен слушать твои советы, а мой вообще игнорирует меня. Ты видела, как он со мной попрощался? Как будто я чужая. Дизера, успокойся. Мы должны успокоиться, потому что не можем делать выводы, базируясь на предчувствиях матери. Ты согласна? Маурисио. Ты прелесть. А теперь, извини, пойду приведу себя в порядок. Меня очень расстроила эта новость. Я сожалею. Прости, пожалуйста. Я слушаю. Энрики, ты не оставляла тебе папку с телефонами людей, которые нанимаются со стороны? Если хотите, поищите там. Вдруг она оставила ее своей секретарше. Отличная студия. Здесь так красиво. Ты думаешь? А тебе что, не нравится? Мне все равно. А мне, представь, себе нравится. Немножко маленькая, но ничего. Размер это ерунда. Эта студия используется для специальных целей. Так что размеры тут ни при чем. И что это за специальные цели? Не знаю. Откуда я знаю? Для разных. Ну, назови хотя бы одну. Хуан, ты считаешь, что тебе нужно объяснять, для чего используется фотостудия? Нет, да, нет. Фотостудия используется, чтобы делать фотографии. А разве не так? Вот видишь, ты знаешь. И еще я знаю, что с тобой что-то происходит, тебя что-то раздражает. И ты мне скажешь, что я хочу знать правду. О какой правде ты говоришь? Ты злишься, что я здесь работаю? не нужно отчаиваться. Я должен найти эту девушку. Лучше буду думать о ней. Инесс, тебе удалось связаться с инспектором Гамбова? Соедини меня с ним. Инспектор, как дела? Какие у вас новости? Есть прогресс в поисках девушки? Хуана, я отношусь к тебе с большой нежностью. Да. Ты относишься ко мне как к другу, правда? Мы уже говорили об этом, Давид. Да, конечно, разумеется, я твой друг. Мы это выяснили. Именно поэтому меня беспокоит причина, по которым ты работаешь здесь. как друг, я имею право знать. Давид, главная причина моей семье нужны деньги, и я хочу помочь, больше ничего. А что тут странного? Прекрасно, это твоя причина, а причина того, кто тебя нанял. Маурисио, ты его имеешь ввиду? Да. Этого я не знаю, вероятно, ему понравилась работа, которую я сделала на празднике по случаю годовщины журнала. А я бы не был так в этом уверен, Хуана. Я не ставлю под сомнение твои способности, тем более твой профессионализм. Я знаю, что ты хороший фотограф, я это знаю. Я ставлю под сомнение истинное намерение Маурисио. Скажи мне, что Маурисио нужно от тебя. Прости, ты можешь сказать, где мне найти секретаря Энрикетте? Если не ошибаюсь, она что-то вынюхивает. Она там. И куда я должна пойти, дорогая? В конце коридора вторая дверь слева. Там фотостудия. Послушай меня, Маурисио не святой. Я не говорю, что он плохой человек, потому что он мой друг. Он мой близкий друг. Маурисио мужчина, понимаешь? И насколько я знаю, хороший человек. В этом нет ни малейшего сомнения, но... Послушай, Давид, я тебе очень благодарна, что ты обо мне беспокоишься. Серьезно, большое спасибо. Но Маурисио очень хорошо ко мне относится, с большим уважением. А что касается работы, я чуть ли не умоляла его, чтобы он мне ее дам. Да? Да. Когда меня осенила идея найти работу, он был первым человеком, о котором я подумала. Я нашла его и поговорила с ним. Он сказал, что подумает. Ему нужно было посоветоваться с кучей людей, потому что он не мог принять такое решение один. Но потом был парк, звезды, и вопрос решился... Погоди, погоди, погоди. Парк и звезды? Ну, на самом деле, это очень долгая история. Да, да, я представляю, конечно. Конечно. Знаешь, я пойду. Я лучше пойду. Проверь оборудование, посмотри, в порядке ли оно, а я пойду. Ты уж меня извини. Глупая, непутевая девчонка. Черт возьми, Хуана, ну как ты могла взять и сказать Маурисио, что ты девственница? Почему ты сразу все выкладываешь? Ну, должна же быть ты хоть чуть-чуть сдержанной. Так не пойдет. Подумай только, Маурисио говорит, что он неловкий. Да ты в этом его обошла. Маурисио неловкий? Как раз тебя я искал. Маурисио говорит, что я буду уехать. Маурисио? Как раз тебя я искал? Так я хочу жить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok